так вот идем за ртутными лампами вот до того здания которое видно вдалеке дотуда надо дойти там эти лампы лежат и еще приметил года три наверно назад может 4 они там лежат наверное вот этой организации выбрасывают не хотят утилизировать по каким-то причинам вот несу коробки вот эти в них сейчас протрем их они грязные положим пойдем в бакан на утилизация за свой щетка потому что никто это не оплачивает дорога 5 рублей за 30 обратно ну и за лампу сейчас последний раз уже я давненько их сдавал может быть сколько рублей по 30 минут по 25 за так вот короче до этого здания дойдем ладно пока я выключусь то есть вот и река сядет ну тут мы почти пришли к этой лампу так я не вижу так 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 ну вот эти лампы вот они ой ясные блин сейчас будем их почистить доставать я вот здесь их спрятал чтоб их никто не разбил ну ладно сейчас почищу потом видео запишу потому что не знаю сколько времени займет вот вот они в общем они в снегу ладно так почистили мы эти все лампы вот их тут раз два три четыре пять шесть семь восемь ламп восемь ламп похоже вон там еще есть но но я там одна была бита и не знаю сколько их там есть ли там еще под снегом что-то это ну это уже когда снег растает сюда надо приходить и смотреть но по-моему это мне уже не по силам надо кто занимается этими вещами должен учитывать а я так делаю то что сам могу сделать вот сдам на утилизацию вот этих восемь ламп сейчас вот уберу в коробку в коробку уберу их и пойду руки вон красные пока чистил обморозил ладно сейчас руки согрею в коробку лампу уберу и буду уносить их но с теми лампами не знаю там есть вот в той куче есть или нет но там что-то какой-то пластик валяется коробы ну не знаю может там лампы валяется там у них могилы или что не знаю я хоть что увидел кто собрал хоть такой вклад в сохранении природы одни выбрасывают бездумно такие опасные вещи те ртутные лампы вот какие-то были даже в говне замазаны обкакали их или что не знаю пришлось вот чистить вон тряпка валяется нож вот тряпку я выброшу лампу сейчас сложу в коробку ну ладно согрею руки да буду складывать в коробку вот это предприятие типсей город черногорск это они тут у них собственник это они выбрасывают эти лампы ремонт у них идет или что вот так вот все бездумно ни о чем не думают о природе вообще никто не думает вот так сказать внесу свой маленький вклад вот там вот этих 8 штук у меня еще в подвале я нашел три или четыре вот их тоже сдам за свой счет что делать немножко то планету спасать то что я делаю ну конечно это все ничего но лучше хоть столько чем вообще все люди не понимают что с этим делать не знаю там сто процентов все в в в в в в в пусть прокуратура занимается этими людьми этим собственником новым что они тут устроили ртутное хранилище ладно буду убираться отсюда мало ли тут что сколько тут неизвестно разбиты какие лампы в общем опасно это дело ну ладно все пока все буду убирать в коробке вот 8 штук уложу ее в коробку все понесу осталась одна коробка лишняя ну ладно попозже еще запишу так ну вот мы идем обратно с этими коробками ну туда я не заходил на это предприятие сказать им чтобы они не выбрасывали эти лампы неизвестно сколько их уже там валяется надо надо зайти туда и сказать им что то они не выбрасывали дать эту визитку у меня есть визитка с адресом где нужно сдать так вижу обмотку так таракань блин ну вот в общем вот такие вот дела глушь вот это здание где не там штукные лампы неизвестно сколько там еще валяется я там увидел одну одна была почему-то разбитая вот порезался не порезался вроде вроде нет 8 ламп там еще 4 в итоге 12 штук по 30 рублей ну это так блин нехило к деньгам-то не знаю куда туда зайти рассказать дать эту визитку сейчас или потом уже что ну блин кое-что забыл да еще когда-то на тортутную лампу увидел блин разбитую вообще как-то так неприятно становится что опасность крутить вообще это не по себе ну еще эти лампы такие уродские мать против какой-то какой-то изначально нанесу какую-то потенциальную опасность вред какой-то такая неприязнь возникает какие-то они не такие и лучше подсосы лампочку потому что чистые продукты сами и сами же своими же руками землю в воздух попадает в почву все управлять вот другие там выбрасывать зачем тут другие за себя говори начни с себя хочешь изменить мир начни с себя их некуда девать некуда я вот залез в интернет нашел куда девать некуда девать да потратил сколько времени там искал нашел в Абакане это Меркурий запасточек принимает ой там типа платно принимать ну а как ты хотел заплатил 150 рублей купил эти энергосодвигающие лампы не все ответственны за то что ты их купил все теперь ты должен их сдать на утилизацию когда стоять будет чиста ну я вот тоже сосед меня подбил под них я вот купил их и жалею но они меня все переглили практически одна осталась у меня их все все сдал нафиг они нужны пока вкрутил обычные но может потом в будущем другие будут куплю светодиодные но пока такие обычные эти нафиг выкрутил кстати по всемирной организации здравоохранения да да там было так написано что эти лампы многосберегающие инвесторы несут потенциальный вред человеку что у них повышенный уровень радиации у них повышенное излучение электромагнитное ультрафиолетовое излучение плюс они еще мерцают в общем один вред никаких плюсов плюс то что они и опасные ртуть их надо утилизировать опять платить их куда-то везти вон и то технологии утилизации сейчас не настолько совершенные как я смотрел измельчает их мелко и в бочки их в бочки захоранивают до появления новой технологии переработки так что не так уж это и дело утилизация прям утилизировали все да не тут то было пакость еще так редкостная все мы уже туда ушли там поди еще неизвестно сколько валяется что творят ну вот пришел я до подвала пять ламп у меня здесь буду брать в коробку на днях поездового лаканта ну вот и все такая вот история хочется меня измирно щи себя ну вот с рутутными лампами сегодня мы закончили поставили подвал поведен утилизации так пойдем взяли шкафчик он у меня висит в подъезде для батареек пойдем батарейки забирать ну девушка в одном магазине я себе договорился мы их собирали в общем тоже заберу их у меня дома накопилось повезу на утилизации ну вот пока и все здравствуйте так вот эти батарейки накопленные тут целая куча банки пакетики вот это я на улице нашел машина раздавила но тут много тоже с улицы найденных ну вот длинная коротышка вот эти вот эти три были найдены в урне около электрического магазина люди выбрасывают я в этот магазин после этого вот как забрал принес им брошюру с адресами туда куда можно сдать чтобы люди сдавали некоторые спрашивают а некоторые не спрашивают в общем совершают преступления собственными руками никакой ответственности ни за чем даже даже за какие-то лампочки и то не могут так а это вот найденное вчера около помойки около мусорного бака валялся пакет ну я просто подошел там вот вот и увидел случайно проходил мимо увидел валяется на снегу около бака не разбилась целая вот лампа ну не мог остаться равнодушным пришлось взять и того вот еще четыре лампы до кучи к тем лампам вот вот не знаю мне даже сейчас и денег то нету чтоб сдать на утилизацию придется наклупать все таки тоже не дешевое дело все за свой счет вот никто не помогает на батарейках бачок есть там написано ну люди помаленьку бросают но деньги никто не перечисляет там хотя бы по рублю за батарейку там по два по три ну это если у кого есть конечно хотя бы минимум по рублю за батарейку хоть транспортные расходы ну купить и вот за лампы эти долбаные задать их нафиг ну вот а я хотел еще если у кого есть возможность помочь финансово ну хотя бы какой-нибудь небольшой суммы там как говорится смиру по нитке виднику рубаха где-то вот так вот так а вот номер карты хотел сказать ну если кто идея желание неравнодушных помочь мне утилизировать эти лампы вот которые я еще вот в этом видео там на поле-то собрал в общем номер сбербанк номер карты 42 76 88 2 0 74 ой не не гоню гоню неверно неверно 42 76 88 2 0 71 0 4 75 61 так вот 42 так 42 76 88 2 0 71 0 4 75 61 вот ну так вот если кто может я как бы не настаиваю ну любой копейки буду рад ну вот такие вот дела тут еще у меня два аккумулятора но они переделываю вместо этого а этот тоже на утилизацию которые идут в пленке в пластике такой как металлической это ли полимерные батарейки а вот которые идут в металлической емкости в алюминиевом корпусе это идет литионовые ну вот в принципе и все ну продолжение видео следует какие-нибудь еще новые и кстати лампочки у меня дома обычные стеклянные нет уртутных ну от греха подальше а эту люстру был как цветочек закрытый я листочки вверх поднял и получился теперь как бы не тюльпанская кромашка вот так вот люстру модернизировал решил покрасили сделать вот вот установил железные пластины чтоб листья держались иначе они падают в общем такая решил не выбрасывать ну так сделаем сделаем а вот еще момент сейчас момент 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 так тут мне сосед принес лампу тоже на локализацию одну вот лесопед стоит люблю велосипед с детства катаюсь вот тут у меня что тут у меня две коробки с электроникой с электроникой две коробки документская плата установил была несправна вот видеокарта найденная на помойке тоже системном блоке вот он системный блок все рабочий тоже вот видеокартам с нем ну все целое рабочий я его почистил как новенький вот а ну это у меня тут пластик на утилизацию тоже сортирую собираю короче надо тоже сортировать по значкам по коробке но пока никогда вот тоже рюкзак с пластиком всякие тут бутылки от шампуней зубных паст в общем стараюсь покупать такую тоже где меньше пластика продукции тяжело конечно выбрать в общем тут тоже найденная смпч вот тут в рюкзаке цинк нержавейка алюминиевая фольга так 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 тут алюминиевые провода тоже сдавать так кстати вот тоже тут у меня металл сдавать металл тут металл можно металлические эти металли сдать от дивана банки железные тоже сдаю вот вот это бумага куча целая вот и там алюминий в пакете и и и и и и и и и металл а и еще лампочки у сестры забрал поменял ей на со спиралью поставили в люстру четыре сороковки вот эти я выкрутил сказал вредно ребенок маленький нельзя на глаза влияет на все так здесь у меня тоже одна моя от вот такая длинная вот от этой лампы вот этот вам хочу в нее сделать две светодиодных и чтоб она не выбрасывается две светодиодных поставить вот лампочки и лампа будет жить это лампа стоит под ящиком на кухне подсветка так здесь вот тоже сестры 2 муж выкинул одно я увидел в мусорке и говорю вы что делаете забрал сразу и сказал что больше ни в коем случае не убрасывали а вот 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 так здесь мои старые вот они тоже в общем все нас давать на утилизацию а еще вот хотел что очень интересно показать сейчас подойду к свету так вот как бы тут показать то вам лампа посмотрите потому что будет видно желтая вся же пластик весь желтый вот видно может быть нет желтый 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 вообще прям вот капитально просто капитально желтый и что самое интересное лампа как бы вот она ждет спиралью и вот нижняя часть когда смотришь там белая а вот верхняя как бы часть ну как бы сказать так вот нижние нижняя полукруга белая а верхняя часть не белая а серая как бы ну как будто полупрозрачные это говорит о чем что лиминной форм он не знаю осыпается или что ли выгорает что с ним происходит ну это кратко по ходу деградирует деградирует и вот снизу она более как бы видно ее что она присутствует более такая плотная белая как молоко а здесь как бы кого-то ее не хватает как часть осыпалась или что-то стало бледное и вот этот желтый свет это свидетельство о сильном излучении ультрафиолета когда вот краска вот это осыпается или прогорает получается что идет очень мощное ультрафиолетовое излучение а это рак кожи зрение сетчатка глаза глаз сами глаза так что я думаю не стоит покупать эти лампы пожалуйста не покупайте эти лампы они очень опасны я вот в тех вопросах стал от разбираться теперь я ни за что эти лампы не куплю ни никакой экономии нет они ничего не экономят они вот ну вот если сравнивать такую шестьдесятку ватку и нашу ну грубо я так говорю 30 ватт только экономить такая спиралевая жрет 60 это будет жрать 30 просто их тестировали вон на ютюбе ролики есть там их тестировал парень и у них нет как сказать неактивная нагрузка вот при старте короче лампа она жрет аж до 36 ватт тоже от лампочки зависит но короче любая при старте жрет дофига потом маленькая ватты падают но все равно в общем они никакие не нафиг не экономичные экономия на здоровье на своем здоровье детей кстати хочу обратить внимание что вот товары помечены вот этим баком перечеркнутым что на лампах что на батарейках это не выбрасывается эти значки также есть на на электричных платах на компьютерах в общем везде они есть это электроника не должна выбрасываться все только так должно только все утилизировать утилизироваться ничего помойку выбрасывать так у меня здесь коробка из-под памяти две коробки первой коробки у меня вся электроника диски воспитания пульты шнуры кулера так пустите потроха в пакете радиодетали все что электроника электроника отходы на переработку только пока не знаю куда это все дать потому что не знаю ни адреса где кто у нас принимает видеокарта вот это тоже выброшенная была мной подобрана ну кое-какие детали тут нужны для мышки кнопочки все для компьютера кулера жесткие диски платы материнки вот ничего не выбрасывается ничего не выбрасывается тем более это электроника тем более тем более тем более металл редкоземельный так здесь еще тоже электроника так пакет лампочки обычные лампочки не выбрасываю тоже коробки у меня здесь по тропат стиральной машины мозги насос магниты тут все что магниты моторчики все же там тут не могу же так учитали от машины там эти которые на свечу катушки одеваются так двигатели в общем вот так вот электронику вот так вот краткий курс что вот у меня тут да конечно бардак так избавиться бы от этого всего но пока пока некуда буду искать куда давать электронику ну вот в принципе и все не знаю чем тут лучше вам рассказать так что вот такая лампа желтая вон она желтая блин как это очень вот вот так что никакие эти лампы не полезные один вред один вред так так ну вот и все ладно и в подъезде распечатаю кстати в подъезде распечатаю тоже бумагу с адресами этих штутных ламп потому что многие ими пользуются чтоб ехали и сдавали ну кто не хочет сдавать пусть мне дают заплатят деньги за это я съезжу сдам мне не сложно можно и так ну пока повешу просто с адресами пусть сами едут сдают ну вот и все пока все в общем такие вот дела